Привет! Вы же меня знаете. В Одессе неожиданно выяснилось, что не все подпольные казино одинаково вредны. Есть еще более вредные. Одесские активисты во всяком случае неожиданно для меня выяснили, что в сети незаконных игровых залов Космолот используется программное обеспечение, которое выкачивает деньги из Украины и закачивает прямиком в российскую армию. Ну, как-то так. Они как это выяснили? Опытным путем сначала в одном казино поиграли, потом в другое пошли. В общем, проигрались и разобрались в вопросе. То есть, когда они выяснили, что уши у Космолота торчат из-за поребрика, они моментально обратились в соответствующий орган. Ну что ж, молодцы, распознали врага. Хвалю за бдительность. Однако же хочу напомнить всем активным и другим внутренним органам, что деятельность подобных заведений в Украине запрещена. То есть, абсолютно. То есть, совсем. Полностью. А оказывается, разница есть. Оказывается, те сервера, которые там расположены, и казино, которое здесь, закрыть нужно. А те, которые здесь, без зазрения совести украинцев грабят и последние с квартиры выносят, оставить нужно. Ведь это наши родные. Ну как наши? Все равно ведь деньги из этих казино на офшоры уходят. Так кто же бросил вызов Космолоту и вскрыл его московские корни? Самооборона Майдана Одессы. Автомайдан Одессы. НРГО действия. ООО ДМУ. ООО «Спортивная молодежь Украины». Благотворительный фонд «Неравнодушные люди». И благотворительный фонд «Из госпиталя на фронт». Про некоторые организации я вообще впервые услышал. Ну что ж, молодцы. Заодно и прорекламировались. Ну а есть один исторический нюанс. 4 марта 2015 года свежеобразованная ячейка правого сектора в Одессе в центре города штурмовала казино для солидных господ. Но получил отпор, ибо солидные господа были внутри и хотели поиграть. Мечать, сука! На место даже пришлось вызывать спецподразделения полиции. Но вывести из помещения изрядно помятых представителей правого сектора удалось только после того, как на место прибыл представители Автомайдана, которые приехали наводить порядок. Чуть не сказал, на вверенном ими территории. Ой, сказал! Лично я в этих играх ничего не понимаю, но точно понимаю, что есть те, кто понимают. Для всех остальных краткая инструкция. Итак, если вы видите, роговое заведение, которое не штурмуют никакие активисты, смело заходите. Это патриотическое заведение, которое кормит национальный криминал. Смело, без зазрения совести оставляйте там свои деньги и деньги вашей семьи. И знаете, что они лягут на правильные офшорные счета. То же самое касается наркопритонов и борделей. Если их никто не прессует, значит, там, в них, внутри любят кобзаря и вовремя поддерживают национальной валютой настоящих украинских коррупционеров. Решение вопроса незаконных игровых заведений должно быть жестким и правовым. Или разрешить, или запретить. Но не прикрываясь патриотизмом, а руководствуясь только законом Украины.